всем привет с вами канал авто турист я григорий алешин и мы находимся сейчас на автодроме федеральной службы охраны фсо мне кажется так это переводится честно говоря не очень разбираюсь но главное зачем мы здесь находимся для того чтобы проверить управляемость оценить драйверские качества кроссоверов да не простых а гибридных кроссоверов которые называется series а это series а это м5 и series а это м7 естественно м5 это поменьше м7 это побольше а и и и и и вот они у нас тут оба это м5 давайте обойдем его посмотрим на что он похож ну наверное на какой-нибудь porsche типа макана но такой достаточно маленький с очень-очень современно выглядит причем эта современность не такая не агрессивная не граненая на автомобиль приятно смотреть не только молодежи но и людям более старшего поколения и не только смотреть но ездить конечно а вот он м7 честно говоря поскольку где-то там покопалась компания сокон и соответственно где-то там возможно побывал dong фэнк в профиль вот этот кроссовер выглядит довольно консервативно и мне напоминает don fang dfsk а x7 только в более современном прочтении коллеги пытаются понять где у этого автомобиля находится двигатель хотя бы внутреннего сгорания а где батарея но здесь как видите только только бачок для заливки жидкости омывающей а это масляный щуп значит здесь есть двигатель и он внутреннего сгорания чудесно это очень важно и правильно когда у электромобиля есть двигатель внутреннего сгорания ну так на всякий случай потому что зарядки у нас еще проблема и если вы поехали куда-то далеко вам придется ну как минимум останавливаться каждые несколько часов а тут вы можете пилить наверное хоть целые сутки потому что запас хода учитывая емкость батареи где-то на 160 километров и запас хода по бензиновому двигателю короче говоря с расходом там который стремится к полутора литра на сотню вы можете проехать больше тысяч километров за день как раз не останавливаясь попробуйте даже кофе не пить друзья вместо того чтобы искать где там находится движок под облицовками я нашел человека который все мне об этом расскажет и его зовут вами сергей я являюсь тренером компании беру сергей расскажите вообще из чего эти автомобили состоят что значит последовательный гибрид какие у них движки бензиновый там электрический так далее автомобили с это у нас автомобили с последовательным гибрид где у нас есть два электромотора которые у нас приводят автомобиль движения также у нас есть бензиновый двигатель который работает только как генератор и заряжает батарею основные преимущества то что если нужно нам ездить на электротяге мы можем проезжать около 150 километров и использовать этот автомобиль как электроавтомобиль но если у нас не было возможности например зарядиться либо мы не хотим заряжать автомобиль мы можем заправлять автомобиль и ездить на нем например в путешествие можем поехать абсолютно не думая о том где мы будем этот автомобиль заряжать а двигатели у них одинаковые ом5 и м7 двигатели внутреннего сгорания у них одинаковые электромоторы у них немножко отличаются двигатели внутреннего сгорания какой мощности что это за сгорания собственного производства двигатель полтора литра получается четырехцилиндровый турбированный двигатель 116 лошадиных сил а электрическая установка 2 электромотора в зависимости от модели то есть у нас получается на сэрос м7 два двигателя общей мощности 439 лошадиных сил два синхронных двигателя прошу заметить на автомобиле сэрос м5 у нас разные двигатели сзади у нас стоит получается синхронный двигатель спереди у нас стоит асинхронный двигатель общая мощность у нас 487 то есть друзья получается что маленький м5 мощнее чем большой м7 так и даже в динамике получается разгон до 100 у сэрос м5 4 6 секунды до 100 у сэрос м7 48 скажите пожалуйста вы проводили какие-то зимние тесты до автомобиля сэрос прежде чем продаваться на российском рынке прошли испытания и у них был пробег наши автомобили преодолели маршрут более 9000 километров от москвы до новосибирска и обратно и вообще в чем преимущество вы же официальные поставщики в чем преимущество перед параллельным импортом то что у нас есть гарантия от завода-изготовителя у нас есть наличие запчастей у нас есть обученный персонал все что есть в официальном деле что же давайте заглянем внутрь этих кроссоверов и начнем пожалуй самого маленького и самого мощного пойдемте ну во первых я вижу здесь очень светлый салон это единственный вариант отделки нет возможно 5 вариантов отделки ничего себе но вот мне нравится этот а что у нас по комплектации у нас возможно то есть комплектация автомобиля у нас одна то есть у нас возможны только изменения цветов кузова и цветов отделки салона а что входит в эту одну комплектацию в принципе все основные помощники автомобиля то есть у нас есть проекционный дисплей у нас есть бесключевой доступ у нас есть камера 360 функция старт-стоп все ассистенты для водителя то есть это удержание в полосе адаптивный круиз-контроль мониторинг мертвых зон функция автоматической парковки ну то есть практически все ассистенты для удобства управления автомобилем то есть беспроводная зарядка быстрый разъем на 66 ватт панорамное остекление ничего себе кстати я только что заметил что здесь вместо люка просто прозрачная крыша но и климат-контроль тут наверное раздельный конечно у нас раздельный климат-контроль то есть у нас есть камера которая следит за усталостью водителя важно что ее можно прикрыть также эта камера может запомнить параметры водителя то есть его лицо и когда разные водители садятся в автомобиль он сразу активирует его сохраненные настройки но пойдемте тогда в большой в м7 мобили сэрос прошли адаптацию для российского рынка на всех автомобилях есть обогрев руля из хочется заметить то что все автомобили сэрос имеют европейский разъем зарядки тайп 2 вот это здорово не нужно докупать кабель получается что на московских зарядках они будут работать да то есть машина можно будет еще и бесплатно зарядить я смотрю в мобили есть до двигающиеся порога да 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 я уже заметил вот это как у кадиллака подождите что значит доводчики доводчики дверей чудесно и основной фишкой автомобиля сэрос м7 является кресло с нулевой гравитации что значит кресло с нулевой гравитацией кресло у нас немножко сдвигается вовнутрь чтобы спинка не упереться в заднее крыло и отклоняется назад выдвигается атаманка в этом положении у нас получается колени находится примерно на одном уровне вместе с сердцем тем самым не пережимается кровоток и максимальное идет распределение точек человека на сиденье очень комфортное положение мы можем включить массаж вентиляцию и очень далеко здесь еще и массаж и вентиляция есть а на всех креслах и обогрев всех четырех кресел чудесно массаж вентиляции обогрев всех четырех кресел но здесь же есть еще и третий ряд да есть третий ряд то есть как на него попасть в него через сиденье сейчас кресло немножко у нас двинется обратно вот вы достаточно высокий человек какой у вас рост если не секрет у меня 193 попробуйте на второй на третий ряд залезть сейчас посмотрим никаких проблем автомобиль шестиместный также будет предлагаться пятиместная компоновка салона но вот я смотрю что вы на третьем ряду несмотря на высокий рост да то есть мы можем вы прилично сидите то есть и в принципе здесь есть специальная выемка потолке для того чтобы не упираться в принципе на какие-то небольшие расстояния можно и доехать шестерон ну да вас конечно лучше сажать как минимум средний ряд но тем не менее вот вы когда сидите не откинувшись я смотрю нормально даже не слишком задевайте здесь у нас есть например на заднюю подсветка отдельные воздуховоды до третьего ряда сидений то есть и подстаканники прекрасно автомобили серос у нас поставляются 20-дюймовые колесные диски с резиной пирели пизеро и также красные тормозные суппорта на автомобиле серос м7 за доплату возможно установить 21 дюймовые колесные диски также с резиной пирели по поводу гарантийной политики раз вы официальные дистрибьюторы как правильно дилеры или дистрибьюторы официальный импортер официальные импортеры что это означает мы даем гарантию от завода-изготовителя на все автомобили два года либо 100 тысяч полностью на автомобиль но есть одно условие гарантия на электросиловую линию составляет четыре года либо 80 тысяч пробегов а что входит в силовую линию силовую линию у нас входят два электромотора высоковольтная батарея и блок который определяет у нас друзья сейчас мы приступаем к практическому вождению и что здесь будет происходить нам сейчас расскажет инструктор автоклуба фсо сергей разговор итак наше упражнение будет здесь проходить на скользком покрытие коэффициент сцепление 03 поэтому практически это укатанный снег мы здесь будем тормозить с объездом препятствия также будем выполнять объезд препятствия без торможений по мере усложнения будем увеличивать скорость унижать и вы сможете проверить работу современных электронных систем безопасности данного автомобиля немножко улучшить свои навыки водительские будем вам подсказывать и помогать это официальная презентация серии с м5 и м7 поэтому все тут дорого богато и мы находимся на автодроме фсо это вам не шуточки очень серьезная организация с очень серьезным технически подготовленным автодромом вот видите здесь только что были фонтаны с водой и посмотрите что тут происходит у нас переставка все так серьезно потому что это не какой-то вам параллельный импорт вот это кстати динамическая плита а мб рус их нам теперь возит и это совершенно официально соответственно есть у него и дилерские центры и склады запчастей заполняются и гарантия имеется тоже так друзья у нас эксперимент за рулем мой коллега за рулем большого кроссовера из серии с аито 7 разгон просто сумасшедший меня на пассажирском сидении вжимает в кресло виброплита у нас пока не работает от мы уже врезались а сюда то мы проедем но сюда поехали короче переставочка чуть чуть не получилось я пересел за руль и сразу могу сказать что здесь очень удобно это нормальный высококлассный автомобиль какая там силовая установка я не знаю интересует ли это пользователя наверное только с точки зрения надежности и продолжительности пробега на одной заправке зарядки которые здесь напомню очень велика но сейчас нам все-таки предстоит мне вернее теперь уже предстоит как-то справиться с этим препятствием разгон вот это класс у меня уже правда у меня уже 70 км в час так 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 слишком я рано начал рулить соответственно я упражнение выполнил но выполнил криво косо с торможением и наверное вот подсказывают по рации что нужно сделать всего три поворота руля но угадать когда их сделать это не очень просто еще одна попытка у нас имеется вот 65 70 км в час а я ехал уже 78 так пожалуй я на 65 остановлюсь внезапно внезапно не они не торможу как-то я прорулил между ними не прикасаясь к тормозам удивительно хорошо сработала система динамической стабилизации мне даже инструктор ничего не сказал я не понял я справился с заданием что ли за рулем а это серия с м7 мы делали переставку с фонтаном а сейчас мы пересели за руль м5 это кроссовер поменьше и весь мой коллега вячеслав кстати очень хороший фотограф но давайте пока посмотрим на змейку это прямо 74 73 сушки мы не сбили ни одного конуса тут разгон опять сжимает в кресло посмотрите на каком участке мы успели дойти до девяносто одного километра в час я теперь за рулем младшего кроссовера м5 эта машина куда меньше по габаритам и по ощущениям она более прыгкая во всяком случае когда я сидел на пассажирском кресле и снимал мне показалось что здесь такие ускорения просто сумасшедшие но сейчас проверим прежде всего на змейке мой коллега проходил змейку со скоростью 72 73 километра в час соответственно с какой скоростью я пройду сейчас посмотрим поехали так в первую треть говорят и чтобы руль не замирал и у меня сейчас знаете у меня сейчас всего лишь 60 километров в час никаких кренов нет скорее чувствуются небольшие сползания небольшие сносы но опять же несмотря на то что трасса здесь довольно мокрая машину вот не уводит так сильно видимо сочетание нормальных шин и хорошая работа система динамической стабилизации тут просто хорошо работает но теперь я должен хорошо поработать и тоже догнать скорость хотя бы до 70 километров в час сейчас посмотрим газ пол офигеть машину просто трясет из стороны в сторону как бы это объяснить не то что машину трясет я неправильно выразился скорее это так сначала происходит крен а потом машина из этого крена как-то выравнивается и начинает просто сползать в сторону при этом я сейчас газ не бросал и вот сейчас у меня уже скорость была около 75 километров в час друзья на закуску после испытаний управляемости нам дали возможность понять что такое динамическая плита вот она за моей спиной вот этот кусок покрытия наверное асфальта когда вы на него заезжаете он автоматически резко двигается в сторону и автомобиль теряет стабильность и как вы выйдете из этой ситуации давайте посмотрим смотрите внимательно насколько резко вот так вот заносит заднюю ось автомобиля но тем не менее этот водитель справился ну что ж попробую я выполнить это упражнение за рулем к сожалению тут нет ассистента я буду рулить одной рукой надеюсь никто этого не увидит интересно с какой скорости нужно ехать ну я наверное поеду со скоростью около 50 км в час но опа уху-ху-ху меня вообще развернуло полностью друзья разворот на прямых колесах случился мне подсказали что нужно очень быстро работать руками в сторону за носа но сейчас попробую сработать одной рукой в сторону за носа а куда заносит заносит направо значит руль нужно крутить направо хорошо поехали а я справился с помощью системы динамической стабилизации у меня это даже получилось сделать одной рукой и так официальную информацию по автомобилям я получил ну по техническим характеристикам тут все относительно понятно давайте теперь посмотрим что в салоне более подробно но во первых здесь выдвижные рукоятки не знаю как это будет работать в мороз были зимние тесты говорят что нормально хорошо поверим что у нас тут в дверях в дверях достаточно неплохие карманы естественно здесь полное управление всем чем нужно включая зеркала пара колонок все мягко есть вставки под дерево ну и сам салон вот мне реально очень нравится цвет мне нравится когда салон светлый центральный монитор просто великолепный по своему объему но и сама приборка тоже неплохо спортивный такой центральный тоннель очень высокий причем у него тут не полка внизу такая вот он не двухэтажный здесь просто небольшая выемка и в ней и розетки usb формата type-c и обычного селектора естественно не фиксируемый положение рнд и все бардачок открывается как у бмв и внутри там не так уж много места кстати говоря зато есть еще одна розетка 12 вольтовая правда они usb кресло со всеми настройками массаж тут тоже имеется вентиляция есть в общем все электро и кресло довольно удобная перфорированная эко кожа смотрите какие подголовники спрофилированные есть боковая поддержка она вам понадобится потому что и поворачивает и едет машина очень хорошо руль по традиции снизу обрезан и очень хорошо что тут аналоговые кнопки конечно тут интеллектуальный круиз-контроль все это есть и где-то в меню наверное даже есть подогрев руля вот как выглядит приборка с вместо водителя здесь сейчас видимо адаптирована под освещение я честно говоря не вижу ничего вот тут вы наверное тоже да но давайте посмотрим вот кресло видно что регулировать видно что настраивать включим это вентиляция хорошо работает в общем все через меню дебрях меню тут можно заплутать посмотрите тут сколько экранов на центральном тоннеле одна бесконтактная зарядка и похоже на с вентиляцией что ли во всяком случае вот тут какие-то имеются отверстия крыша панорамная прозрачная бардачок ну такой нормальный бардачок в передней панели ну и сама торпеда друзья она выглядит классическим образом мне нравится здесь нет ничего лишнего заметьте что на центральном тоннеле вообще ни одной кнопки кроме паркинга и все все остальное через меню аналоговые кнопки присутствует только на руле перемещаемся назад здесь тоже с дверями все хорошо все нормально диван выглядит удобным и гостеприимным ого да тут не поскупились даже место для ювелирки оставили но и два подстаканника конечно а что у нас тут еще есть еще у нас тут есть два юсб порта type-c сеточки я бы предпочел карманы сажусь сам за собой и вполне нормально коленки у меня не упираются вот целый кулак остался ноги влезают под сиденья в общем друзья все очень комфортно для пятиместного автомобиля мне нравится посмотрим багажник а как он открывается о под дворником ничего себе правильно багажник не очень большого объема но и не слишком маленький есть тут розеточка правда только 12 вольтовая можно компрессора запитать а что снизу то давайте посмотрим а снизу аккумулятор буратинка чтобы вас буксировать и все больше ничего нет смотрим с какой скоростью закрывается привод слушайте быстро пойдем теперь в м7 посмотрим он у нас сейчас в 6 местном формате вот здесь вот привод срабатывает помедленнее и сколько у нас тут места в багажнике ну конечно немного под один максимум два чемодана кабинного формата поэтому просто складываем задний ряд 3 сложили задний ряд холодильники пока еще таскать нельзя да и зачем тут нужен холодильник в этом кузове эта машина для тех кто может позволить себе грузовое такси зарядочка имеется капитанские кресла как говорили в кадиллаке и вообще про американские автомобили раздельные рукоятки выдвижные отделка дверей похоже все примерно в том же ключе кармашки все имеется каждое кресло управляется отдельно массаж подогрев подлокотники все есть вот здесь уже вот такие вот этого я вообще не понимаю из них же все вываливается можно было сделать обычная из кожзама кармашки здесь две розетки и отдельное управление климатом цифровое нажимается все хорошо вот управление сиденьями тоже есть подогрев вентиляция управление водительским сиденьем чтобы можно было достать заднего ряда и его отодвинуть вперед здесь крыша немножко другая здесь уже не сплошное а термальное остекление а передняя часть сдвигается это люк передняя дверь тоже с большим карманом естественно управление всем чем нужно тут имеется колонки а вот тут у нас уже тоннель двухэтажный и причем под ним огромное количество места сюда уже можно не только дамскую сумочку засунуть но и небольшой рюкзак а вот еще два usb порта короче тут можно гаджетом запитать вагон как минимум четыре штуки кресла примерно такие же подголовники такого же типа в общем все похоже похоже еще и то что на центральном тоннеле здесь также нет ни одной кнопки вот аварийка она кстати не сенсорная она нажимается вот этот класс мне нравится но и тут две бесконтактных зарядки подстаканники есть у нас уже под крышечкой но вот этот глянец лишний я бы сделал матовый рычаг удобно ложится в руку вот прям вот реально удобно очень хорошо что они не стали делать паркинг где-то на рычаге вот тут положил все класс а вот тут вот паркинг нажал тоже аналоговая бардачок с подсветкой с еще одним usb портом то есть я уже насчитал здесь 5 usb портов и вот как минимум 2 12 вольтовой розетки бардачок пассажирский огромный войти в систему отменить ну не будем входить в систему хорошо вот здесь просто яркость отрегулирована поэтому вы все видите на пятерке тоже можно было отрегулировать яркость будет все хорошо помощь при вождении посмотрите какая прекрасная графика вот как обычно делают на хороших электричках тут все очень четко и обратите внимание есть русификация русификация хорошая приборка естественно тоже цифровая сейчас мы разбираться не будем что в ней есть и я пока вижу что графика чрезвычайно четкая качество монитора идеальная и наверное там очень много всего можно вывести может быть даже включая навигацию руль класс белый руль это же просто прекрасно и аналоговые кнопки тоже все естественно есть интеллектуальный круиз управление телефоном управление системами и так далее и конечно тоже здесь камера для наблюдения за водителем за усталости водителя вот еще хочу на что обратить внимание эта кнопка сос вот посмотрите вот что значит нормальные официальные поставки это не прилепленный сос модуль какой-нибудь может быть его вот еще сюда бы прилепили нет здесь прямо вот она есть выштамповка под него он тут органично смотрится ну и а вот это что такое о них его себе ничего себе насколько большое зеркало я ни разу не видел еще такого огромного зеркала в козырьке классно мне очень-очень нравится в пассажирском конечно тоже есть так что ваша девушка может тут краситься часами тут прямо смотрите подсветка с обеих сторон можно снимать блоги селфи блоги и так друзья время нашего теста уже подходит концу пора закругляться но я обязательно постараюсь взять эти автомобили на пользовательский тест-драйв а пока скажу сколько они стоят 6 590 и 7 590 цена не маленькая конечно но этот автомобиль во первых все таки он высокотехнологичный гибридный и честно говоря он куда более полезный чем чистая электричка я знаю как сейчас люди приверженцы чистой энергетики страдают из-за своих убеждений я бы не согласился а вот на такую штуку я бы наверное пошел особенно при гарантийной поддержке при наличии запчастей при том что у вас никогда дилер не бросит правда вот за все вот это вам относительно серых дилеров относительно параллельного импорта придется заплатить где-то ну надо считать где-то на 600 но может быть на 800 тысяч дороже но извините когда у вас есть 78 миллионов на покупку автомобиля то за спокойствие наверное можно заплатить если вы со мной согласны обязательно пишите об этом в комментариях и вообще может быть у вас уже есть такой автомобиль и вы хотите что-нибудь о нем мне рассказать обязательно пишите может быть мы с вами встретимся и проведем так сказать независимый пользовательский тест-драйв на этом канал авто турист прощается с вами до следующих автомобилей и мотоциклов кстати тоже так что не переключайтесь до скорого